Всем привет! Прямо сейчас я познакомлю вас с новостями из мира студенчества. В эфире я, Анна Глазунова, и мы начинаем. Что, где, когда студенты КФУ сразились в интеллектуальной игре? Ученые опровергли один важный закон физики. Что нас ждет на галоконцерте в фестивале День первокурсника 2018? В Казанском федеральном университете учредили новую структуру. Избрали ее председателя. О работе нового отделения расскажет Аделья Шамилова. На базе КФУ учредили татарстанское отделение российского профессорского собрания. В работе учредительской конференции приняли участие председатель российского профессорского собрания Владислав Гриб, первый проректор Казанского федерального университета Риязмин Зарипов и профессорское сообщество Татарстана. Я думаю, что у нас будет одно из лучших отделений в нашем российском профессорском собрании. В состав татарстанского регионального отделения вошли представители шести вузов республики. Штаб-квартира структуры будет расположена на базе КФУ. Как рассказал директор Института социально-философских наук и массовых коммуникаций Казанского федерального Михаил Щелкунов, который был избран председателем учредительной конференции, инициатива создания татарстанского регионального отделения российского профессорского собрания вполне естественна. Ну, если так, то логически понятно, что базовым вузом, устава этой организации должен быть базовый вуз, конечно, является КФУ, потому что это всем университетам университет, не только в нашей республике, но и в привозком федеральном округе. Председателем новой структуры был единогласно избран первый проректор Казанского федерального Риязмин Зарипов. Аделя Шемилова, Ленар Девлетиаров, Универньюз. Казанского федерального университета Ежегодно наши студенты приезжают в Хунаньский педагогический университет, это город Чиньша, на языковые стажировки. И также студенты Хунаньского университета приезжают к нам изучать русский язык. Ежегодно в КФУ приезжают разные профессора из Хунаньского университета. В этом году спикерами стали два профессора, а темой лекции была выбрана современная китайская литература. Профессор Шуу Ляо читает для студентов КФУ лекцию о творчестве видного китайского писателя Хань Шаугуна, который играет большую роль в китайской литературе. Произведения Хань Шаугуна распространены не только в Китае. Они переводятся и печатаются в Америке, Японии и Германии. К сожалению, его произведения не очень известны в России, поэтому я бы хотел познакомить наших русских читателей с его творчеством. Своими впечатлениями о России и КФУ поделился профессор Шуу Ляо. Я впервые приехал в Россию, очень впечатлен Казанию и КФУ. Ваш университет имеет длинную историю. Мы узнали, что здесь было множество известных личностей, таких как Лев Толстой, Владимир Ленин и другие. В конце октября Хунаньский педагогический университет отмечает свое 80-летие. Участие в этом празднике примут у сотрудники КФУ. Анна Глазунова, Владимир Нелюбин, Универньюз. 24 октября в малом зале КСК КФУ «Уникс» прошла интеллектуальная игра для первокурсников «Что, где, когда», где они смогли проверить свои знания в разных областях науки. Об этом наш следующий сюжет. В рамках фестиваля для студентов первокурса «Интеллектуальные бои 2018» прошла очередная игра «Что, где, когда». Местом проведения был выбран КСК КФУ «Уникс». «Что, где, когда» – это классические интеллектуальные игры, которые у нас были придуманы еще в 70-х годах прошлого века. И мы подхватили эту эстафету и продолжаем играть в КФУ. Уже с 90-х годов был образован брейн-клуб, один из первых в Казани. Соответственно, данным мероприятием мы охватываем всех первокурсников, чтобы они тоже влились в атмосферу интеллектуальных игр. Это третья по счету игра в сезоне брейн-клуба КФУ. И она является завершающим фестивале интеллектуальных боев для первокурсников. Вопросы игры были из разных сфер знаний – история, география, физика, спорт, музыка и литература. Участники отметили, что игра помогает в развитии логического и креативного мышления, развивает эрудицию. Ну, игра в целом интересная. Мне кажется, вопросы достаточно необычные, потому что действительно это не самая легкая игра, как может показаться на первый момент. Итоги по общему зачету среди институтов были известны после окончания всего фестиваля «Интеллектуальные бои-2018». Анна Глазунова, Зуфар Галимов, Елена Капул, Виолетта Басова, Универньюз. Уже с 2009 года свою работу активно ведет штаб студенческих отрядов Елабужского института Казанского федерального университета. Студенты Елабужского института торжественно закрыли очередной сезон студенческих отрядов. В актовом зале Елабужского института КФУ состоялось закрытие очередного трудового сезона студенческих отрядов. Я в отрядах уже третий год, и моя третья целина подошла к концу. И я определенно верю в то, что спустя все это время я абсолютно стала другим человеком. И ребята, которые приходят в наши отряды, они убеждаются в том, что сцелены возвращаешься другим. В рамках мероприятия прошла презентация студенческих трудовых отрядов. Бойцы поделились самыми яркими и запоминающимися моментами трудовой деятельности, а также выступили перед зрителями с творческими номерами. Закрытие третьего трудового семестра – это еще один повод, чтобы собраться все вместе, и просто провести время, насладиться воспоминаниями и вспомнить все, что было летом. Состоялось награждение отличившихся бойцов, а также вручение памятных подарков. Анна Глазунова, Сирена Иванова, Ильша Тахмадеев, Универньюз. Ученые опровергли один из основополагающих законов физики. Как это отразится на современном мире в нашем сюжете. Исследователи из Мичиганского университета и колледжа Вильгельма и Марии провели наномасштабные эксперименты и опровергли закон излучения планка. Один из основополагающих законов современной физики. Закон о передаче энергии, то есть как энергия от одного объекта, дракон придет с помощью электромагнитного излучения. В законе сказано, что есть постоянная планка, и ее нужно помножить на частоту излучения. И такое количество энергии придет от одного объекта к другому с помощью электромагнитного излучения. Закон планка подтверждался экспериментами на больших объектах. Цель эксперимента заключается в возможности описания теплового изучения наномасштабных объектов законом. Результаты эксперимента превысили предсказанное число в 100 раз. Это приводит к выводу, что наномасштабные объекты способны излучать и поглощать тепло намного эффективнее, чем мы можем это предсказать с помощью существующих моделей. Вполне может быть такое, что на небольших расстояниях, в меньшей длиной волне, происходит передача энергии таким образом, так как описывал этот планк. Какое тело наклеило за счет излучения этого тела, не тот окон, который вывел планк в 2020 году, это в 100 раз больше. Скорость передачи тепла между объектами является одним из фундаментальных параметров Вселенной. Результаты эксперимента могут повлиять на модели развития климата и понимание процессов нагревания и остывания космических тел и процессов, связанных с радиацией. Артем Тупичкин, Аделя Шамилова, Универньюз. 25 октября состоится галоконцерт студенческого фестиваля «День первокурсника-2018», на котором выступят лучшие творческие коллективы и исполнители студенты первокурса Казанского федерального университета. О том, что же нас ждет, смотрите далее. С 3 по 11 октября в концерно-спортивном комплексе «Умникс» 15 октября в Елабрском и Набережно-Челнинском институтах КФУ студенты первого курса активно вливались в творческую жизнь университета и стали частью важного события этой осени – студенческого фестиваля «День первокурсника-2018». Попробовали сделать кое-что интересное, чуть-чуть другое. В принципе, зрители ждут много сюрпризов, потому что несколько новых решений, скажем так, и по сцене, и по свету, и по самой концепции, и по номерам, собственно. Поэтому, я думаю, будет на что посмотреть точно. 25 октября состоится галоконцерт студенческого фестиваля «День первокурсника-2018», на котором выступят творческие коллективы и исполнители первых курсов Казанского федерального университета, который представит самые запоминающиеся и лучшие номера фестиваля. Каждый из тех, кто отобрался в галоконцерт, является состоявшейся почти творческой личностью на данном студенческом этапе. Ребята уже вовсю готовятся к предстоящему выступлению, уверят в то, что именно их институт выиграет гран-при фестиваля. Организуют такое масштабное шоу около 500 человек, которые задействованы в работе со светом, звуком, декорациями и так далее. Наш студенческий телеканал «Универ ТВ» будет вести прямую трансляцию в эфире телеканала, а также в группах в социальных сетях. Диана Шилова, Виолетта Басова, «Универ Ньюз». На этом у меня все. Смотрите на социальных сетях. Еще увидимся. Пока.